У меня к вам такой вопрос. Хотели бы вы оказаться в стране, где никто никогда не взрослеет? В которой каждый день это приключение, дружба с феями и русалками. Звучит заманчиво, правда? Вот только эти приключения связаны со страшными битвами, где проливается настоящая кровь. Феи очень злые и мечтают вас убить, а русалки так и норовят унести вас на самое дно океана. Но самое страшное, что, скорее всего, вы забудете свою прошлую жизнь и никогда не сможете вернуться домой. Именно в такой опасный мир Питер Пен заманивает детей, но он никогда не рассказывает, что на самом деле их там ожидает. А тем временем дети исчезают. Куда на самом деле Питер Пен забирает детей? Почему он бессмертен? Какую цену приходится платить за вечную юность в Неверленде? О, а еще в оригинале есть жуткая фраза о том, что Питер укорачивает детей, если они вдруг начинают взрослеть и вырастать. От этого вообще мороз пробирает по коже. Так что же это значит? Укорачивает. Существует много теорий, объясняющих все это. И сегодня мы разберемся, что из этого правда, а что нет. В этом нам поможет оригинал сказки, ведь первоисточники всегда правдивее и глубже переработанных мультфильмов. Кстати, если вы хотите прочитать эту книгу, то в видео я расскажу вам, как ее получить от меня в подарок. Так что смотрите внимательно. Ну а нам важно, по крайней мере, знать, что герои из книги не выдуманы, а вдохновлены печальными историями реальных людей. А это уже интересно. Так что если вы вдруг услышите звон колокольчиков и кто-то предложит вам отправиться в неведомые дали, сначала посмотрите это видео. Возможно, вам стоит остаться здесь, на земле, где вы точно сбережете себе жизнь. Как раз и начнем с невыдуманных историй, о которых невозможно молчать. В детстве Джеймса Барри погиб его старший брат Дэвид, причем за день до своего 14-летия. Это произошло на зимнем катке. Во время катания Дэвид столкнулся с конькобежцем, упал, проломил себе череп и умер. Для Джеймса его брат навсегда остался молодым и веселым. Кого это нам напоминает? Питера Пэна, который тоже застрял в своем юном возрасте. Так не значит ли это, что сам Питер не взрослеет, потому что погиб? Первый раз мы встречаем Питера Пэна в книге Джеймса Барри «Белая птичка». Она о том, как один холостяк, ну очень хотел подружиться с мальчиком по имени Дэвид. И чтобы стать его другом, мужчина придумывал удивительные истории, в которых и появляется Питер Пэн. Этот роман очень реалистичный. Во-первых, имя мальчика Дэвид. Заметьте, то же самое имя было у погибшего брата автора. Во-вторых, Джеймс Барри, так же как и главный герой, был холостяком и дружил с семьей Дэвисов. Правда, в семье был не один ребенок, а целых пятеро мальчиков. Как и тот мужчина, из романа Барри придумывал удивительные истории про Питера Пэна. В общем, получился такой полуавтобиографический роман. Но жизнь оказалась куда интереснее. Ведь после смерти родителей пятерых мальчиков, Джеймс Барри подделал завещание их матери, заменив имя Дженни на Джинни. Так дети оказались под его опекой. Это была мечта того самого холостяка из романа «Белая птичка». Среди пятерых мальчиков был один, который особенно запал в душу Барри. Это Майкл Дэвис. Многие черты, которые мы видим в Питере Пэне. Это его веселость, наивность, желание оставаться ребенком и не взрослеть. Все это было списано именно с Майкла. К сожалению, жизнь Майкла оборвалась, когда ему было всего 21. Он утонул вместе со своим возлюбленным Рупертом Бакстоном. Имя Венди тоже не случайно. Оно было в память о девочке Маргарет Хенли, которая умерла в возрасте пяти лет. Маргарет очень любила Барри и называла его дружочком. В английском это Фрэнди, но малышка не выговаривала некоторые звуки и получилось Венди. Фрэнди, Венди, Фрэнди, Венди. Так и появилось новое имя. Как вы уже могли заметить, вокруг писателя было слишком много смертей, особенно столь юных. Все эти несчастные случаи, конечно, оставили свой след в его произведениях. Поэтому нет ничего удивительного, что в его сказке многие видят Питера Пэна как еще одного погибшего ребенка. Чего стоит одно описание полета Питера, когда он еще был ребенком? Собственно, сейчас вы услышите тот момент, после которого Питер Пэн и превратился в волшебного летающего мальчика. Стоя на подоконнике, он любовался кронами деревьев и, залюбовавшись, совершенно забыл, что уже не птицы. И вдруг полетел прямо над крышами домов. После этого полета автор больше не называет его ребенком. Он прямо говорит, что Питер больше не может стать обратно человеком. Значит, настоящим мальчиком мне уже не быть? Все недоумевал Питер. Нет, посочувствовал ему ворон Соломон. Важно понимать, что Питер Пэн – это викторианская сказка. А тогда часто писали о смерти детей, потому что много детей умирало от болезней. Джеймс Барри, как никто другой, знал, каково это потерять ребенка. Он видел, как его мама страдала от утраты старшего сына. Он видел множество смертей детей и то, с каким трудом это переносят родители. Но хуже всего родителям, которые прибегают утром в сад, чтобы найти своих детей. А вместо любимых дочки или сына находят там мрачные надгробия с их инициалами. Питер Пэн никого не торопится похоронить. Пустых ям в саду не бывает. Сам Барри считал себя писателем для взрослой аудитории, поэтому очень даже вероятно, что вся история о Питере Пенне – это действительно утешительная книга для родителей, чьи дети погибли. В своей повести он показывал таким родителям, что дети находятся в лучшем мире, в мире своих фантазий на острове Неверлэнд. Зима была долгой, а моя любовь к булочкам, видимо, взаимной. Но уже весна, солнышко светит, птички поют, и пора готовиться к летнему сезону. Так что я решила, пора браться за себя. Моя цель – привести себя в форму к лету. И знаете, что я заметила? С тех пор, как я начала заниматься, у меня улучшилось не только настроение, но и самочувствие. Я стала меньше уставать, лучше спать, и даже кожа стала выглядеть свежее. А еще сил и энергии прибавилось. Во всем этом мне помогает платформа с домашними тренировками FitStars. Там куча тренировок на любой вкус, и все это не выходя из дома. Занимаясь всего-то от 7 до 30 минут в день, можно привести себя в форму, сесть на шпагат, научиться танцевать все, что вашей душе угодно. Если вы просто хотите зарядиться энергией, и такая программа найдется на FitStars. Что мне нравится, вам не нужно никакое специальное оборудование, а все упражнения доступны и понятны, словно вы на занятии с личным тренером. Также на платформе есть раздел питания с рецептами и расчетом калорий, курсы на тему здоровья, тела, ухода за собой. Они все включены в подписку. Так что на FitStars есть все, чтобы быть здоровым и всегда оставаться в форме. А теперь самая крутая новость. Легендарный тариф безлимит навсегда вернули. И теперь вы можете воспользоваться рассрочкой на 6 месяцев без первоначального взноса. Но и это еще не все. При оформлении этого тарифа и выполнении тренировок вам подарят сертификат в фирменный магазин FitStars Shop и умные весы пикук, чтобы вы смогли следить за своим прогрессом. Все условия акции смотрите на сайте. А еще вас ждет уникальный вызов. Лес FitStars. С 15 апреля каждый из вас, кто выполнит 100 тренировок, получит шанс посадить дерево в лесу FitStars. Согласитесь, нет ничего лучше, чем видеть результаты своих усилий не только в зеркале, но и в живой природе. Ну и самое приятное. С моим промокодом BELLYSQUID у вас будет 70% скидка на безлимит навсегда. Этот тариф будет расти в цене, поэтому не откладывайте. Переходите по ссылке, занимайтесь своим здоровьем и забирайте подарки, пока они есть. Но вернемся к белой птичке. Это история о том, как дети изначально появляются в облике птиц, а когда рождаются в семье, то становятся людьми, детьми. Вот только они все еще чувствуют себя птичками, поэтому пытаются улететь от родных. Среди всех птичек-малышей был один очень озорной ребенок по имени Питер Пен. Вот тогда мы впервые с ним и встречаемся. Как только он появляется в семье, ему уже не терпелось вернуться к своим облакам. И всего через 7 дней после рождения Питер улетает из дома. Хотя мы уже с вами обсудили, что это скорее описывается не как полет, а как падение. Но решайте сами. Конечно, он возвращался пару раз к маме, видел, как она плачет без него. Но каждый раз улетал, потому что, как нам объясняется, он хотел остаться со своими друзьями-феями. И вот однажды, когда он в очередной раз возвращается домой, он увидел то, что разбило его сердце навсегда. Его мама обнимала другого ребенка. Он подумал, что мама его предала. После этого в нем изродилась та обида. И не только на родную мать, но и на весь взрослый мир в целом. Все мамы похожи. Твоя, может быть, уже тоже выбирает себе другую дочку. Согласитесь, что это открывает нам уже совершенно новую историю Питера Пена. Она совсем не похожа на то, что мы видим в мультфильмах. Теперь становится ясно, что за его беззаботным поведением на самом деле стоит большая трагедия. Питер Пен – это одинокий и несчастный мальчик. Чтобы скрасить свое одиночество, он забирает и других детей в свои путешествия. Но, внимание, не обычных детей. А тех, которые выпали из колясок и пролежали так неделю, забытые всеми. Что может произойти с ребенком, который вот так пролежал на улице семь дней? Джеймс Барри пишет, что такие дети вместе с Питером отправляются в небеса, в новые приключения. Что печально, так это то, что со временем потерянные мальчики совсем забывают, кем они когда-то были. И если объединить все эти факты про то, что они семь дней пролежали на улице, про небеса, умение летать, вечную молодость и про забвение прошлого, не значит ли это, что и потерянные мальчики уже погибли или находятся на смертном одре? И это даже не фанатская теория, а работа доктора Элиоса Кеви, который пишет так. Есть ощущение, что Неверленд – это место, куда мысленно попадают больные дети. Но некоторым так и не удается вернуться домой. А вот и подтверждение этой мысли в «Белой птичке». Питер Пен объезжает сад на своем козлике в поисках потерявшихся малышей. Если же малыши все-таки гибнут от холода и голода, Питер копает для них могилки и ставит на них надгробные камешки. Питер Пен хоронит детей парами, чтобы им не было скучно. Исходя из этого и появилась теория, что Питер Пен сопровождает детей в Нитляндию как своего рода проводник смерти. Когда дети умирают, он летит с ними часть пути, чтобы им не было страшно. Но давайте разберемся, куда Питер Пен забирает детей. Что за Нитляндия, которой нет на картах? В английском эта страна называется Неверленд, что буквально означает «нет и никогда не было такой земли». Что еще мы знаем об этой стране? В Нитляндии вечно цветут сады, дети никогда не взрослеют, а время течет достаточно необычно. Там все зациклено. За потерянными мальчиками охотятся индейцы, за индейцами хищные звери, за зверями пираты, за пиратами Питер Пен. И так по кругу. Прекрасное ли это место? Хорошо ли здесь детям? Если да, то почему мальчики так радуются, когда Питер привозит им Венди, которая выполняет роль матери? Да потому что на острове живут осиротевшие, потерянные дети, которые теперь находятся в большой опасности. С пиратами мальчишки ведут настоящую войну. Для детей в порядке вещей вытирать вражескую или свою кровь после очередной схватки. Они не удивляются, когда находят трупы в лесу. У Барри такие моменты подаются как часть игры. Детская выдумка. Но что это за игра, если полна человеческих смертей? Сами враги-пираты, они ведь точно такие же незрелые, как и Питер Пен. По сюжету они хотят сделать Венди мамой. Послушай, милая, прошептала Нереха. Я спасу тебя, если ты пообещаешь стать моей мамой. Я предпочту остаться бездетной, сказала Венди презрительно. Спрашивается, зачем взрослым дядям, разбойникам мама? Из этого и возникает версия, что пираты это тоже дети. В книге описывается, как капитан Крюк вспоминал о своей маме. В миг ему вспомнилось другое счастливое время. Но резким движением Крюка он отогнал воспоминания. Значит ли это, что Питер Пен точно так же забрал капитана Крюка от своей мамы? Только вот потом забыл о нем. Такое могло произойти, ведь Питер часто забывал о других. Питер всегда улетал от них далеко. Возвращаясь, он не помнил, кто они такие. Приходилось напоминать ему свои имена. А если Питер все-таки забудет ребят, то их жизнь будет в большой опасности. Ведь в Неверленде все зависело от Питера. На острове он заправлял бытом, играми и распорядком дня. По его согласию дети ели или не ели, спали или не спали. Питер не знал о естественных потребностях, поэтому ему было все равно, голодны ли мальчики или нет. Иногда позволял им есть за правду, а иногда только понарошку. Все зависело от настроения Питера Пэна. Правда, если тебе удавалось доказать ему, что ты сильно исхудал, то Питер разрешал есть по-настоящему. Как дредно! Он требовал от детей никогда не толстеть, чтобы они проходили в дупло, и заставлял их сражаться. Опасность для него была забавной, а думал он о мальчиках, как о своих игрушках. Часто Питер злился на свою команду, а в наказание бил их по рукам. Или им вообще доставалось по дюжине плетей. В общем, в команде царил строгий порядок, похожий на армейскую дисциплину. Остальные его слушались безукоризненно. Но почему-то, почему все мальчишки слушаются Питера? Сказка сама дает на это ответ. Потому что они боятся его. Настолько, что потакают всем его желанием и не решаются высказать свои требования. Джону и Майклу приходилось делать вид, что они тоже в восторге. Иначе Питер очень сурово с ними обошелся. Как видите, Питер и Пен проявляют жестокость и даже садизм по отношению к мальчикам. Вот, например, Питер встал и одним ударом ноги сбросил Джона вместе с одеялом на пол. Одним ударом. Был еще и такой случай. Во время полета младшенький Майкл задремал и начал падать вниз. Когда Питер это увидел, он засмеялся и завопил от радости. Сам Джеймс Барри комментирует это так. Самое ужасное было то, что Питер находил это очень даже забавным. Когда Майкл летел вниз камнем. «Спаси его, спаси!» Малила Венди с ужасом, глядя на бурное море внизу. Помедлив, Питер устремился вниз и подхватил Майкла в тот самый миг, когда тот готов был погрузиться в воду. Он всегда тянул до последней минуты. И всем было ясно, что его больше радовала собственная ловкость, чем спасение человеческой жизни. Когда Барри придумывал историю о Питере Пене, ему очень нравилась идея жить беззаботной и быть таким же хладнокровным. Вот почему в сказке о Питере Пене опасность и жестокость представлены в таком романтическом свете. Только веселые, бесхитростные и десердечные умеют летать. Питер был не против убить спящего пирата. Или, понимая, что индейцы выигрывают, перейти на их сторону прямо в разгар сражения. Ну, почему бы и нет. А когда его команда была захвачена пиратами, он даже уснул, чтобы проучить малышей. Но самый ужасный поступок он совершил, когда закрыл окно в комнате родителей. Это окно имело важное значение в книге. Открытое окно означало, что родители ждут своих детей, что они все еще надеются на их возвращение, а главное, что они их любят. Но Питер Пен вместе с Феей Динь-Динь прилетел в дом раньше ребят и запер окно. Да еще и на задвижку. Он просто не хотел, чтобы дети возвращались к родителям. А с капитаном Крюком Питер совсем поступает жестоко. Отсекает ему руку и скармливает крокодилица. С тех пор крокодилица так и охотится на Крюка, мечтая проглотить его целиком. Конечно, это забавно и смешно, но только так, как показывается это в мультфильме. В книге же это совершенно другая история, поэтому я вам советую с ней ознакомиться. Конечно, нам уже понятна его жестокость. Он обижен на свою маму и вообще мало что знает, как нужно себя вести с другими, потому что он не воспитывался в семье. Но все же, все же, некоторое воспитание у него было. Он ведь рос с феями. А феи были списаны Джеймсом из кельтской мифологии. Там они называются фейри. Барри описывает их в книге как воинственные. А еще часто феи ассоциируют с пикси. Тоже мифические существа. Но как бы мы их ни называли, фейри или пикси, у тех и других жестокий и нечеловеческий взгляд на мир. Феи тут же плотно окружили его, чтобы покончить с ним. Читая Питера и Пенна, лучше воспринимать волшебных существ не как в диснеевских сказках, если вы все-таки хотите ознакомиться с оригиналом. В диснеевских сказках они милые и добрые. Лучше обращаться к сказкам 19 века. Вот там настоящий жесткач. Там все мифические существа изображены злыми, что соответствует повести Питера Пенна. Давайте еще пару цитат из Белой Птички, чтобы лучше понимать, с кем мы имеем дело. Если в саду происходили несчастные случаи, то в этом виноваты феи, которым не угодили дети. Или вот. А вдруг феи вас обидят? Стали предупреждать они деревья. Они ведь могут вас и до смерти забить, а то и превратят во что-нибудь уныло, вроде вечно зеленого дубка. Даже не знаешь, что страшнее. Так становится понятно, почему в книге Динь-Динь пытается убить Венди. Ну, в мультфильме хотя тоже. Даже она это делает. В книге это описано более жестоко. Она это делает руками мальчиков. Там стрела попадает в сердце Венди. И мальчишки даже уже с ней прощаются. Но, к счастью, Венди удается выжить. Из английского фольклора мы также узнаем, что феи... Вы готовы? Вы готовы это услышать? Они похищают младенцев. Напомню, что именно с феями растет Питер Пен. Это объясняет, почему он относится к ребятам как к игрушкам. То бросает их в бой, то избавляется от них. Тогда на острове появляются новые дети. Но, что самое таинственное, с появлением новых детей количество ребят не увеличивается. Мальчишек на острове становится то больше, то меньше. Смотря по тому, сколько их убивают и всякое такое, когда они подрастают. Что противоречит правилам? Питер немного их укорачивает. В этой цитате пугает все. Во-первых, здесь прямым текстом говорится, что детей убивают. Во-вторых, что значит Питер укорачивает их? И куда потом деваются дети? На это нам отвечает теория про злого Питера Пена. Она гласит, что главный герой бессмертины именно благодаря детской энергии. Он заманивает ребят в Нитландию, обещая вечное детство и приключения. Но на самом деле он постепенно высасывает из них воспоминания. А это и есть жизненная сила детей. Когда дети начинают взрослеть, они уже становятся бесполезными для Питера. И он от них избавляется. Возможно, этому его научили феи. Ведь мы помним, что, согласно сказкам, они похищают детей. Именно поэтому на острове всегда одно и то же количество потерянных мальчиков. На место ушедших приходят новые жертвы. Эту жуткую версию представили в сериале «Однажды в сказке». Там Питер Пен показан как манипулятор, который похищает детей и удерживает их в Нитландии, чтобы сохранить свою молодость и силу. Посмотрите, если любите что-то такое страшненькое. Хотя что я спрашиваю? Вы уже смотрите это видео. Интересно, что его образ прикликается с легендой о крыселове. Вы слышали о такой сказке, где музыкант увел за собой всех детей города, играя на флейте? Питер тоже использует свою дудочку. Она из тростника. И тем самым очаровывает всех вокруг. И знаете, что самое удивительное? Согласно BBC, легенды о крыселове основаны на реальных событиях. В немецком городе Хамелин до сих пор можно наткнуться на мемориальную доску. Она гласит, что вот 26 июня 1284 года, в день святых Иоанна и Павла, 130 детей, родившихся в Хамелине, были выведены из города чарующим волынчиком в разноцветной одежде. Звучит жутко. Да? Очень жутко. Вот так может переплетаться мистикой реальность. И если рассматривать эту теорию про похищение детей, то капитан Крюк уже не выглядит таким злым персонажем. Он просто хочет спасти детей, будущих жертв. И если вы будете читать оригинал книги, то ощутите больше сочувствия к капитану Крюку, чем к Питеру Пену. Просто посмотрите даже, как Барри описывает капитана Крюка. Глаза у него были нежно-голубые, как незабудки. В них светилась безграничная скорбь. Можно влюбиться. Давайте пройдемся по тому, что делал капитан Крюк. Нет, конечно, он делал много плохого. Жуткие вещи он делает. Но, что самое интересное, читая книгу, вы можете заметить, что он жалеет детей. Конечно, в меру, которую может себе позволить. Например, он останавливал своих пиратов, когда те избивали детей. Да, через такое пришлось пройти малышам. Кстати, в это время Питер Пен сладко спал. И это, конечно, конечно, не оправдывает пиратов. Но иногда в сравнении с Питером Пеном создаётся впечатление, что у капитана Крюка гораздо больше чувства чести и достоинства. Даже Венди в одном из моментов восхищается капитаном Крюком. А вот Питер Пен в последнем смертельном поединке поступает совсем уж подло. Он толкает капитана в воду, пнув его ногой, ногой друге. Да, физически Питер проиграл битву. Точнее, выиграл. А проиграл он морально, потому что Крюку удалось сохранить лицо. Смотрите, что он кричит потом, капитан Крюк, перед своей смертью. «Воспитанные люди так не поступают!» закричал он с насмешкой и довольный упал в море. Так погиб Джеймс Крюк. Если вы хотите сами прочитать эту волшебную историю, то у меня в телеграм-канале будет проходить розыгрыш, в котором вы можете принять участие. Для этого вам нужно будет просто нажать на кнопку «Хочу участвовать» и через две недели будет выбран случайный победитель. Я отправлю ему книгу Питер Пен и Венди. Причем у меня эта книга в самом близком переводе Нины Демуровой. Ее было сложно найти, поскольку очень много книг написано именно для детей, а вот перевод Нины Демуровой самый точный к Джеймсу Барри. Без прикрас, без сокращений. Ну а мы идем дальше. Вот мы и попрощались с капитаном Крюком, которого так подло пнул Питер Пен. И тот улетел в пасть крокодилицы. И сейчас самое время рассказать о тайне Джеймса Крюка. Да, у него была тайна. Биограф Эндрю Биркин отыскал настоящий клад. Оригинальные заметки Барри о Питере Пене. Они находились в библиотеке Ельского университета. Оказывается, в самом первом черновике пьесы, да, подначалу это была пьеса, в этой пьесе ничего не говорилось о капитане Крюке. Он просто там был не нужен. Именно Питера Пена в изначальной версии Барри назвал злодеем. Точнее, он назвал его мальчиком-демоном. То есть, сам Барри видел в Питере истинного негодяя истории. Потом Барри все-таки добавил в сценарий капитана Крюка, но лишь за тем, чтобы добавить сцену на заднем плане. Это позволило создать динамическую битву, во время которой рабочие театра незаметно меняли декорации с волшебного Неверленда на лондонскую детскую. То есть, капитан Крюк был нужен только для забавного действия на заднем плане и не более. Идея о злом Питере Пенни настолько закрепилась в популярной культуре, что уже было написано несколько книг на эту тему. Сейчас я расскажу вам об одной из них, а о других в своем телеграм-канале, просто чтобы не перегружать видео. В книге Кристины Генри «Потерянный мальчик» Питер Пенн показан как зловещий лидер культа. Тут Питер делает все те же вещи, что и в оригинальной сказке, но автор просто называет эти вещи своими именами. Питер не просто заманивает детей в Неверленд, он заставляет их проходить через жуткие испытания. Он морит их голодом, устраивает смертельные игры, где мальчишкам приходится сражаться друг с другом. И как и в оригинальной истории, мальчики одновременно его и боятся, и обожают. Как видите, разница лишь в том, что Кристина Генри говорит прямо, без прикрас. Но хочется сказать, так как я разбирала сказки «Братьев Гримм», хочется сказать, что в мире сказок «Братьев Гримм» все, кто плохо, жестоко или несправедливо поступает по отношению к другим, в конце концов такие персонажи всегда получают по заслугам. Но сказка о Питере Пенне заканчивается совсем иначе. В рассказе пираты убивают несчастных индейцев, после чего Питер и мальчики жестоко расправляются с самими пиратами. Венди, забрав ребят, возвращается домой. И это заставляет задуматься. Если бы им было так хорошо в Неверленде, возможно, они бы не вернулись домой. Ну а Питер остается один. Венди прилетала к нему разок, ну и то на весеннюю уборку. Потом Питер и вовсе о ней забывает, как и про фею Динь-Динь. Оказывается, фея давно умерла, Питер даже этого не заметил. Через много-много лет, когда Венди стала уже взрослой и у нее появилась дочь Джейн, Питер забирает уже и Джейн в Неверленд. Там девочка тоже занимается уборкой, время от времени наталкивается на опасные приключения. История повторяется и с дочерью Джейн, Мэнди, то есть это уже внучка Венди. И все они всегда возвращаются домой, уже без какого-либо желания оставаться детьми. Так что, может быть, Питера действительно отбирает у них детство? создается впечатление, что для него не важны сами ребята, их личности и все такое. Он использует детей для своего веселья или как Венди для удобства, пока они не становятся взрослыми. А потом снова про них забывает и заменяет другими. В общем, получается какой-то кошмарный круговорот, из которого нельзя вырваться. Ни один из детей не может считаться по-настоящему счастливым, ведь в глубине души все они тоскуют по родительскому теплу и возвращаются к матерям. Не только дети, но и пираты, и сам Питер Пен жаждут родительской любви. А вот так Джеймс Барри описывает семью Венди до появления Питера Пена. Не было на свете другой такой веселой и счастливой семьи, пока в доме не появился Питер Пен. Мне кажется, этим уже все сказано. Ну, потому что по книге и дети страдали без мамы, и родители день напролет плакали без детей. Отец даже винил себя за это и все месяца в отсутствие детей спал в собачьей будке. Да, вот такое наказание он для себя выбрал. Этого вы не найдете в мультфильме, потому что в мультфильме все представлено как сон Венди. Вот она проснулась, а родители как раз пришли домой после гостей. Ничего они даже и не подозревали. А мне кажется, этот момент был очень важным и зря его упустили в мультфильме. Ведь, во-первых, он доказывал, что дети действительно исчезли и никакой это был не сон. А во-вторых, вы бы только прочитали, как страдали и сокрушались родители без детей. Читая эти главы, можно пролить слезы. Ведь во всем этом и заключается родительская любовь. Они жить не могут без своих детей. И какой вывод из этого всего мы можем сделать? Мне очень понравились слова Нины Демуровой, переводчицы. В повести о Питере Пене отражено разочарование Бария в жажде приключений, которые присущи каждому ребенку. Расскажите, вот я описала вам все эти теории. И про ангела смерти, и про демона, похищающего детей. Какая из них, на ваш взгляд, наиболее близка к повести? Эти теории очень интересно разбирать, и, конечно, они наталкивают на жуткие выводы. Но подобный анализ скорее присущ взрослым. Если же смотреть на сказку глазами ребенка, то пираты, индейцы, феи и русалки это те персонажи, с которыми каждый малыш хотел бы встретиться. А еще дети мечтают стать такими же супергероями, как Питер Пен. Хотя этот мальчишка не самый лучший в мире, и, конечно, он наводит суматоху и создает вокруг себя много проблем, но он также является символом свободы для маленьких деток. Поэтому для детей Питер Пен это их воображаемый друг, а Нетляндия это остров фантазий. Но для взрослых это несчастный и обиженный на весь мир мальчик. А Неверленд это очень опасное место. Но что же является верным? Думаю, важно то, что считал сам Джеймс Барри. А он считал себя писателем для взрослой аудитории, как я уже говорила. Поэтому все эти печальные детали, которые мы с вами подметили, это не выдумки, а послания для родителей, которые, конечно же, ребенок не заметит. Ну а свое мнение пишите в комментариях, подписывайтесь на канал, чтобы узнавать больше интересных историй. Ставьте лайк, если вы этого еще не сделали. А я пожелаю вам напоследок найти золотую середину, уметь сохранять детскую радость и любопытство, но сочетать это все со зрелостью, ведь она делает нас мудрее.